Итак, уважаемые коллеги, очень рад увидеть вас. Надеюсь, будет тепло, а не жарко, как этим летом. Наш доклад посвящен проблеме доставки каранзима В в опухолевую клетку. И нам показалось, что эта проблема очень интересна и важна для решения, поскольку, как известно, у опухолевых клеток есть множество путей для избежания воздействия химиопрепаратов. Прежде всего, снижение проницаемости мембран, выброс препаратов или их деградация и инактивация. Но интереснее всего то, что, как правило, каспазы в опухолевой клетке всегда есть, хотя и находятся в неактивной форме, и они, как правило, никогда не мутируют. И они просто остаются в неактивном состоянии, так как не работают ключевые адаптеры, которые могли бы их запустить. Но ключевым таким адаптером, который специально самой природой разработан для активации каспаз, является гранзим В. Этот белок является мощнейшим активатором опаптоза по митохондриальному пути через цитохром С и активацию и сборку опаптозомы и запуск каспаза-3. А также через другой путь, через каспазу-8. Но и его активация опаптоза не исчерпывает с этими путями, есть и другие. И, как правило, они не нарушаются в опухолевой клетке в случае развития резистентности к классическим химовым препаратам. Но очень трудно применять гранзим сам по себе, поскольку он не способен проникать в опухолевую клетку. Этот белок никак не взаимодействует с липидными мембранами и нужна помощь для того, чтобы он проходил через них. Другая проблема, которая решается, на самом деле, гораздо проще, это инактивация гранзима В в опухолевых клетках белком серпином. Этот белок подставляет свою амикс-лотную последовательность в специальную шпильку для расщепления гранзима В, а после расщепления гранзим В просто захватывает серпином и пристегивается к нему. И в таком виде гранзим В уже не способен ничего активировать, ни каспазы, ни митохондриальный путь. Но наличие белка этого характерно для многих типов опухолевых клеток. К счастью, проблема эта решается тем, что создается мултантный гранзим В, который также эффективен, но не чувствительный к серпину. Однако проблема доставки по-прежнему актуальна. И один из ранних способов решения этой проблемы заключался в создании химерного белка гранзима с другими белками, с последовательностью для трансфоркации через мембрану, и для трансфоркации в ядро клетки, и также с фрагментом антитела, которое связывалось бы с EGFR на поверхности опухолевых клеток. В данной работе представлено много различных структур. Это такой патент на химерный гранзим В от фирмы Samsung. Здесь даже использовались ТАТ-белок, ВИЧ, вирус иммунодефицита человека для трансфоркации через мембрану. Но развитие этот проект, однако, не получил. Возможно, в связи с тем, что транспортировка осуществляется не очень точно в околевой клетке. И, кроме того, присутствуют весьма иммунодефицитные компоненты, в том числе ТАТ-белок от вирусов иммунодефицита. Другой опыт, более удачный, структурно более простая молекула. Гранзим В был связан просто с фрагментом антитела, который связывается с HER2-нио-антигеном. И, как показали эксперименты, действительно, он очень точно связывается с нужным антигеном, транспортируется внутрь. А у такой молекулы может быть очень небольшая токсическая концентрация, буквально десятки наномоль на ряде клетчатых линий. Но недостатки. Маленькая молекула очень быстро уводится из организма, как показали эксперименты на мышах. И, возможно, это будет верно и для человека. Кроме того, попавший в клетку препарат быстро инактивируется в эндосомах. Таким образом, проблему доставки надо решать каким-то другим способом. Создавать контейнер. И здесь я бы хотел привести пример известных уже всем контейнеров. Это карта клетки, которая действительно может быть представлена как такой микроконтейнер, который доставляет гранзинбеку к хлевым клеткам и убивает их. Карта клетки многим хорошая, но многим неудобная. Прежде всего тем, что они представляют собой живые вакцины, капризные, и их нужно делать индивидуально для каждого больного. Их чрезвычайно трудно хранить. Нужен специальный персонал для применения этих вакцин. И нужна очень хорошая команда реаниматологов для того, чтобы спасти больного от статинного шторма. Ну и, кроме того, карта клетки должна производиться согласно требованиям закона о клеточных технологиях в России. И мы предполагаем, что карта клетки как контейнер можно заменить какими-то другими частицами. И по ряду причин самыми лучшими из них являются липосомы для растворимого белка гранзинбеку. И что мы видим? Гранзинбеку, упакованный в липосомы, действительно может доставляться так же легко, как в случае карты клеток, особенно если на липосоме есть антителы, которые имитируют карты-клеточный рецептор. И доставлен в опухолевую клетку, он точно так же её убьёт, как если бы был доставлен карты клетками. Но в случае липосом не наблюдается ряда недостатков. Так липосомы не выделяют цитокины, и риск цитокинового шторма отсутствует, хотя остаётся риск распада опухоли. Иммунолипосомальные контейнеры очень легко производить, и относительно карты клеток их гораздо легче транспортировать, и хранятся они гораздо дольше. Кроме того, не нужно подчинять производству требованиям Федерального закона о кличных технологиях. И что интересно, в мире уже создавались такие нано-контейнеры для Гранзинбеку. Здесь из китайской статьи показано представление. Слева это классические карты клетка или телимфоциды для доставки Гранзинбеку. Справа это их собственный опыт структуры для доставки Гранзинбеку, которые похожи на шапнельную гранату. Это полимерный аноконтейнер, который открывается и разбирается в непосредственной близости с опухолевой клеткой. Он освобождает такие структуры, здесь как гвоздики. Это Гранзинбеку, слитый статбелком. Статбелок позволяет Гранзинбеку вбуравливаться в мембрану опухолевой клетки и запускать в нее паптос. Но данные контейнеры оказались также не очень удобными, поскольку они могут распаковать свое содержимое не только в опухоли, но и просто в сосудах человека. Гранзинбеку статбелком быстро пойдет в клетки сосудов и может привести к их гибели. То есть это тоже, возможно, не окончательный вариант. И поэтому мы занялись собственными разработками. Так мы рассматривали, можно ли вообще заменить Гранзинбеку на что-то, что нечувствительно к серпину, либо работает так же, как Гранзинбеку, и может быть стоит меньше. Мы использовали мышиный Гранзинбек, который рассчитывает делки по точно такому же аминокислотному мотиву и работает так же, как Гранзинбеку человека. Но что удивительно, трипсинбеку, хотя и расщепляет аминокислотные остатки совсем другие, но тоже способен активировать апоптос в околе в клетках. И все эти белки растворимы, функционируют, в общем-то, в одинаковых условиях. И так как они способны активировать человеческую гибель, то мы предполагали, что можно провести исследование на каждом из них и оценить их перспективы. Мы создали несколько прототипов липосом. На данном слайде представлен состав мембран ряда липосом, в которые мы упаковали трипсин и Гранзинбек мыши. Кроме того, мы оценили токсичность мыши и Гранзинбек на клетках линии меланомы. Мы показали, что существует доза, зависимая чувствительность этих клеток к Гранзинбеку. Липосом и Гранзинбеку. Но, возможно, эти результаты не самые лучшие, но мы будем работать дальше. Кроме того, мы поместили на поверхность липосомы, содержащую трипсин, антитела, которые позволили бы увеличить чувствительность, увеличить таргетность к опухолевым клеткам, обеспечить связывание с этими клетками и также доставку внутрь. мы поместили CD117, распознающие антитела, на поверхность иммунолипосом, содержащих трипсин, и добавили эти антитела к клеткам меланомы, которые экспрессируют CD117. Возможно, из-за того, что трипсин работает не точно, не только по коспазам, но и вообще по всем белкам, то эффект был не столь заметный и возможно трипсин не самая удачная молекула, поэтому в будущем мы перейдем на молекулы гранзима B. Но, тем не менее, даже такой опыт показывает, что перспективы есть, что действительно доставка гумунолипосомых белков к опухолевым клеткам позволяет убивать эти самоопухолевые клетки, и вопрос касается только по сути белка. В будущем мы планируем создать собственный продуцент бактериальный или, возможно, клеточный для того, чтобы у нас было много гранзима B в наличии, чтобы мы могли сделать все необходимые исследования. Мы внесем гранзим B мутации, которые снизят чувствительность его к серпину. Эти мутации уже известны и описаны в ряде работ. Кроме того, на поверхности иммунолипосома мы будем размещать гуманизированные антитела, чтобы они были не иммуногенными. Мы выбрали в качестве перспективы молекулы CD22, это молекулы бэклеточных лейкозов и лимфом. CD22 интернализуется и позволяет иммунолипосомольному препарату попасть в нутри клеток. Кроме того, наша научная группа создала два гуманизированных антитела против антигена прейм, который расположен на поверхности очень многих опухолевых клеток. И, наконец, мы планируем добавить в конструкцию липосомы дополнительные активаторы в слиянии с мембранами, которые нам подсказывает грипп. Ведь вирус гриппа по сути представляет собой такую же липосому, у него тоже есть липидная мембрана, и вирус гриппа интернализуется внутрь клетки, но в принципе любые эндосомы, в которые интернализуются липосомы, рано или поздно сливаются с лизосомами. Там падает PH до кисовых значений, и там начинают работать пищеварительные ферменты лизосом. И чтобы вирус гриппа не погибал раньше времени, на его поверхность самим вирусом размещена специальная молекула гемоглотинин. Гемоглотинин в условиях низкого PH сливает мембрану вируса гриппа и мембрану эндосомы, благодаря чему переваривание вируса не происходит, а его содержимое вываливается в цитоплазму клетки и происходит заражение клетки. В случае с гранитимом B этого как раз было бы достаточно. только доставка в эндосому и освобождение, причем вовремя освобождение гранитима B и активация КАСПАС. И как показывает исследование, достаточно использовать не весь гемоглотинин, поскольку он иммуногенен, а достаточно помещать лишь конечные 18 аминокислотных остатков гемоглотинина на поверхность липосомы и полученный препарат также будет избегать деградации в эндосомах и успешно освобождать содержимое внутрь. Таким образом мы планируем разрабатывать дальше систему доставки гранитима B и надеюсь мы сумеем показать какие шаги мы еще смогли сделать. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...